Нига открытым оком автор Игнатий Тихонович Лапкин вопрос 340 Иоанн креститель сам крестил Иисуса почему же потом он посылал учеников своих спрашивать о нем кто он такой ответ одна причина в том что он хотел чтобы ученики начали более прилепляться к Иисусу чем к нему а другая в том что он сам не знал что будет дальше за смертью Иисуса и кто сойдет в преисподние места за душами усопших Лука 7 19 Иоанн призвал двоих из учеников своих послал к Иисусу спросить ты ли тот которому должен прийти или ожидать там другого Иоанн говорил Иоанна 1 27 он ты идущий за мной но который стал впереди меня я не достоин развязать ремень у обуви его слово развязать означает понять разгадать в книге пророка Даниила 5 16 мы читаем а тебе я слышал что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы и так если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его то облечен будешь багряницу и золотая цепь будет на шее твоей и третьим властелином будешь в царстве ни один из пророков не знал что будет за смертью Иисуса и кто сойдет в шиол в преисподние места сам ли он или пошит другого кого ремень обуви был из кожи убитых животных продукт смерти Иоанн говоря что не может развязать ремень обуви говорит не только о самоуничижении но и в действительном непонимании того что же будет после распятия Христа Христос сказал что многие пророки желали в это проникнуть и не могли о том что не оставит души в Аде было сказано Деяние 2 27 ибо ты не оставишь души моей в Аде и не дашь святому твоему видит тление но кто сойдет преисподнюю было неизвестно Христос отвечает как будто и не по вопросу Иоанна но в этом в ответе есть самый полный ответ на вопрос Иоанна Лука 7 22 и сказал им Иисус в ответ пойдите скажите Иоанну что вы видели и слышали слепые прозревают хромые ходят прокаженные очищаются глухие слышат мертвые воскресают нищие благовествуют слова Христа означает следующее из ада может вывести только тот кто сначала свяжет сильного дьявола и тогда расхитит его вещи у него плененные им души Матфея 12 глава 29 стих или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его 2 петра 24 ибо если бог ангелов согрешивших не пощадил но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания в ответ Иисуса с эмоциональной нагрузкой опыт самих апостолов их практика да темные силы бежит от них они это уже испытали и знают о чем говорят Лука 10 17 70 учеников возвратились с радостью говорили господи и бесы повинуются нам о имени твоем понятно что мертвые могут воскреснуть только тогда когда души этих мертвецов будет исхищены из ада но они воскресают вы же сами это не раз видели вот об этом и скажите Иоанну он друг мой Иоанна 329 имеющий невесту есть жених а друг жениха стоящие внимающие ему радостью радуются слыша голод жениха сията радость моя исполнилась значит я победитель князя тьмы и мрака евреем 2 14 а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола об воскресающих все ясно но причем тут нищие благовествуют благовестие основной признак жизни в детях божих нищие стали такие богатые что дарят обещают царство божие 2 калимфимов 6 10 нас огорчают а мы всегда радуемся мы нищие но многих обогащаем мы ничего не имеем но всем обладаем получается что молчащие не проповедующие будь они архиереи или батюшки все еще находится под эгидой злых духов и уста их замкнуты и они должны услышать слова заклинания христа над собой такие марка 9 25 иисус виде что сбегается народ запретил духу нечистому сказав ему дух немой и глухой я повелеваю тебе выйди из него и впредь не входи в него верить в библию есть чудо больше чем воскрешать мертвых говорит иван златоуст растолковая притча богачей лазаре что верить нужно закону и пророкам а воскрешение мертвецов добавил лука 16 глава 29 по 31 стих авраам сказал ему у них есть моисей и пророки пусть слушают их он же сказал нет очень авраами но если кто из мертвых придет к ним покаются тогда авраам сказал ему если моисея и пророков не послушают то если бы кто из мертвых воскрес не поверят